В эфире «Наше время» в студии Анна Ниченко. Здравствуйте. 117 боевых столкновений произошло на фронте за минувшие сутки. Об этом сообщает генштаб ВСУ. Россияне сконцентрировали усилия на Покровском направлении. Там армия РФ 39 раз пыталась штурмовать украинские позиции. Кроме того, российские оккупанты атаковали на Харьковском, Купинском, Лиманском, а также Северском, Краматорском, Торецком, Кураховском, Бремевском и Ореховском направлениях. Трижды захватчики безуспешно штурмовали позиции сил обороны Украины на Приднепровском направлении. Россияне пытаются прорваться до Покровска, несмотря на большие потери. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта. В частности, бои продолжаются возле Красногоровки, а также в районах Прогресса, Железного, Железного, Северного и Часового Яра. При этом российские оккупанты не оставляют попыток захватить Сельмаховку и Макеевку. Армия РФ атакует украинские позиции в районе Ивановского и Клещевки. Также россияне пытаются захватить острова поймы левого берега Днепра. Что мы можем и должны сделать для того, чтобы остановить наступление численно превосходящего врага? Ответ один. Эффективное огневое поражение основных сил противника и его резервов на дальних подступах. Комплексное поражение противника перед передним краем. Устойчивое удержание подготовленных в инженерном отношении рубежей и позиций. Максимально эффективное использование всех возможностей оружия и боеприпасов, прежде всего боевых дронов, в которых мы имеем преимущество. А также овладение новыми способами уничтожения разведывательных БПЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности, только с использованием средств РЭП и ФПВ дронов. Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины. В Украине дислоцировано более 30 тысяч сотрудников Росгвардии. Большая часть личного состава занимается охраной тыла. Несколько подразделений участвуют в боях на передовой. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании. По данным британской разведки, главное боевое подразделение Росгвардии, 116-я бригада специального назначения, скорее всего, состоит из трех полков войск, которые имеют доступ к танкам, боевым машинам пехоты и артиллерии. С начала этого года Росгвардия пыталась увеличить свои передовые силы за счет поглощения нерегулярных формирований. 1050 российских военных ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потери армии захватчиков составили более 567 тысяч. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили 18 российских танков, 17 боевых бронемашин, 51 артиллерийскую систему, 2 реактивные системы залпового огня и 4 системы ПВО россиян. Кроме того, силы обороны Украины сбили 73 беспилотника, а также поразили более 120 единиц автомобильной спецтехники и цистерн. 1150 долларов – такое вознаграждение обещают россиянину, который приведет своего друга в военкомат. Об этом сообщает Институт изучения войны. По данным аналитиков, инициативу поддержали в Ярославской области и Республике Татарстан. Со слов представителей местных властей, такой механизм призыва является рискованным, ведь граждане могут злоупотреблять системой. Поэтому звучат предложения закрепить такую норму в российском законодательстве. Кроме того, аналитики Института выяснили, что войска РФ разрабатывают и формализуют специальность военного мотоциклиста. Вероятно, это ответ на увеличение количества ударов украинских беспилотников и воздушной разведки. Поэтому, по информации Института изучения войны, захватчики вынуждены использовать небольшие и быстрые транспортные средства для логистики и перевозок на фронте. Российские телеграм-каналы публикуют видео-атаки в городе Туапсе. Там горел НПЗ, а в Морозовске, где расположен военный аэродром, засняли огромный столб черного дыма. Как сообщает российская Минобороны, 47 дронов якобы перехватили и уничтожили над Ростовской областью. Восемь над Краснодарским краем РФ. По одному над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями. О последствиях атаки и количестве сбитых дронов официальных сообщений, конечно же, нет. У РФ возникли проблемы с мобилизацией во временно оккупированном Крыму. Жители полуострова не желают участвовать в войне. Об этом сообщает партизанское движение «Атэш». По информации партизана, они внедрили своих людей в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты, которая дислоцирована в Казачьей бухте в Севастополе. Как сообщает «Атэш», рекламные щиты с призывом идти служить российским оккупантам не принесли должного результата. Анонсированные заявления Минобороны РФ о возможном расширении бригады до дивизий терпят крах. Также в партизанском движении сообщили, информация уже находится у силы обороны Украины. Вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что готова бороться за кресло президента страны. Джо Байден снялся с выборов президента Соединенных Штатов Америки. Он продолжит выполнять обязанности до конца срока главы Белого дома. Обо всех подробностях своего решения Байден пообещал рассказать во время обращения к нации. В качестве своей замены он предложил вице-президента Камалу Харрис. Она заявила с благодарностью, принимает поддержку Джо Байдена и уже начала борьбу за их движение. Я сделаю все, что в моих силах, для того, чтобы объединить демократическую партию и объединить нашу нацию. Для того, чтобы победить Дональда Трампа. Мы будем бороться вместе. И победим вместе. Камала Харрис, вице-президент США. На решение Джо Байдена отреагировал глава украинского государства Владимир Зеленский. Он поблагодарил президента США за поддержку Украины в ее борьбе за свободу. Мы всегда будем благодарны за лидерство президента Байдена. Он поддержал нашу страну в самый драматичный момент в истории, помог нам предотвратить путинскую оккупацию нашей страны и продолжает поддерживать нас на протяжении всей этой ужасной войны. Нынешняя ситуация в Украине и всей Европе не менее сложная. И мы искренне надеемся, что дальнейшее сильное лидерство Америки не даст российскому злу добиться успеха или результатов своей агрессии. Владимир Зеленский, президент Украины в соцсети ИКС. Два стратегических бомбардировщика B-52H военно-воздушных сил США прибыли в Румынию и впервые будут осуществлять полеты с территории страны. Об этом сообщили в Объединенном командовании военно-воздушных сил НАТО. Во время своего развертывания бомбардировщики будут действовать с авиабазы в Румынии вблизи побережья Черного моря, интегрироваться с членами НАТО и другими международными партнерами. Вместе они будут обеспечивать безопасность в зоне ответственности европейского командования США. Это первый случай, когда американские стратегические бомбардировщики осуществляют полеты из Румынии, отметили в командовании. Одним из условий нормализации отношений с Белоруссией является выдача минском мигранта, который убил польского пограничника. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Польши. Также среди условий прекращения гибридных атак и освобождения заключенных поляков. По словам польских чиновников, Беларусь является страной, которая открыто связана и сотрудничает с Россией, и враждебна к Украине, поэтому возможности Варшавы действовать в отношении такой страны ограничены. Ограничивать Украину в самозащите неправильно. Такую позицию озвучила министр иностранных дел Латвии Байба Бражи перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Она утверждает, что необходимо снять ограничения для Украины относительно ударов западным оружием вглубь территории РФ. А именно там, где российские самолеты поднимаются в небо, чтобы атаковать ракетами украинские территории. Украинцы и раньше были образцовыми в фактическом применении определенных ограничений, не провоцируя ситуацию. Но ограничивать защиту Украины само по себе неправильно. Поэтому мы будем продолжать настаивать на снятии ограничений. Еще 100 тысяч боеприпасов Чехия готовится отправить в Украину военную помощь уже в ближайший месяц. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский перед началом заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. По его словам, согласно чешской инициативе, до конца года планируют доставить в Украину 500 тысяч боеприпасов. Он рассказал, что чешская сторона находится в ежедневном контакте со своими украинскими партнерами. Липавский также отметил, что Россия пытается сорвать инициативу. И в частности, поэтому Чехия не раскрывает, откуда получает боеприпасы. Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечивать ВСУ снарядами крупного калибра в количестве от 50 до 100 тысяч единиц в месяц. Совет Евросоюза продлил экономические санкции в отношении России еще на 6 месяцев до 31 января 2025 года. Эти ограничения, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены в феврале 2022 года. Сейчас они состоят из широкого спектра ограничительных мер по секторам, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Они также включают запрет на импорт или транспортировку морским транспортом, сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Отключение от SWIFT нескольких российских банков. У российских импортеров очередные проблемы. Китайская сторона все чаще отказывается принимать расчеты в юанях, если те были куплены в федерации. В сфере международных платежей даже появились новые термины – чистый и грязный юань. Чистым называют юань, купленный за рубежом, а грязным – на территории России. И неважно, на бирже или на межбанковском рынке. Детальнее о причинах надвигающегося кризиса в расчетах для российских импортеров расскажет Лариса Петрук. 12 июня Минфин США расширил вторичные санкции в отношении России. Под ограничение попали пять российских банков – Промсвязьбанк, Внешэкономбанк, Сбербанк России, ВТБ-банк и ВТБ-капиталхолдинг. Важно, что под санкциями оказались и их зарубежные представительства, такие как ВТБ Шанхай. Россия переориентировала свою экономику и направила все учреждения правительства на поддержку своих позорных военных усилий. Иностранным финансовым учреждениям грозят санкции за продолжение содействия транзакциям, связанным с российской военно-промышленной базой. Из сообщения на сайте Министерства финансов США. Там дан уэйвер, такое освобождение на два месяца. С 12 июня введены санкции до 12 августа включительно. И вот сейчас все обсуждают, что 13 августа крупные китайские банки могут перестать работать с Мосбиржей и НКЦ. Непонятно, будет это или нет. Ну вот посмотрим. Но вот эта угроза, что прекратятся расчеты юаням, она такая вполне себе достаточно реальная. То есть об этом сейчас всерьез говорят. По словам экспертов, если российская Мосбиржа не найдет крупный китайский или региональный банк, который будет готов проводить операции в юанях, Центробанк не сможет проводить торги в валюте Китая. А значит, юань уйдет из страны вслед за долларом и евро. Ранее как минимум два российских брокера приостановили операции и с турецкой лирой. Не смогла Россия вывести заработанное за нефть рупии. В Индии их вложили в акции, государственные ценные бумаги и инфраструктурные проекты. В результате прямые платежи из России в Китай в юанях и раньше ходившие со скрипом теперь почти перестали доставляться получателям. Но банки – это еще полбеды. Еще хуже, что возникает проблема с единственной работавшей быстро и почти без перебоев схемой расчетов по внешнеторговым сделкам через платежных агентов в других юрисдикциях. Весной, когда платежи в Китай начали массово зависать, многие импортеры махнули рукой на банки и стали пользоваться услугами таких агентов. Это существенно увеличивало издержки, зато деньги доходили, а товар поступал. Появление грязного юаня все испортило. Из материала The Moscow Times. Сложности с расчетами приводят и к снижению импорта товаров в Россию. Даже согласно официальным данным Росстата, с начала весны, когда начались проблемы с юанем, наблюдается заметное колебание. Так, импорт товаров в марте 2024 по сравнению с мартом 2023 упал почти на 20%, а в апреле на 6,5%. Импорт в сильном минусе, вот эта история с трудностями заморозка расчетов, она действует. И самое главное, что они находят, конечно, обходные пути через банки помельче, но это увеличивает издержки. Это для бизнеса гораздо дороже. Как пишет издание The Moscow Times, ссылаясь на собственные анонимные источники, не помогут решить проблему даже расчеты в рублях. Ведь не все китайские банки готовы принимать российскую валюту. Курсы конвертации зачастую высокие, а поставщики из Китая хотят получить за товар более крепкий юань, а не падающий российский рубль. Министр иностранных дел Украины совершит визит в Китай по приглашению главы внешнеполитического ведомства КНР. Он посетит страну 23-25 июля. Главной темой во время встречи Дмитрия Кулеба и Иван И будет поиск путей прекращения российской агрессии и обсуждение возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира в Украине. Также чиновники рассмотрят перспективы развития двусторонних отношений, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. И подробнее эту тему обсудим с нашим гостем Игорь Литвин, чрезвычайный полномочный посол Украины в Китайской Народной Республике в 99-2001 и сопредседатель Украинского китайского делового совета. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Добрый день, приветствую всех наших зрителей. Игорь Антонович, приглашение со стороны министра иностранных дел для министра Кулебы. Это уже желание Китая говорить или это все же формальность? Ну, в данном случае мы говорим о формальности, которая была достигнута путем предварительно проведенных переговоров. Не забываем, что не так давно в Китае проходили политические консультации между Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики и Министерством иностранных дел Украины. Два заместителя министра с одной и с другой стороны, плюс команды, встретились и обсуждали множество насущных вопросов. Прежде всего, конечно, это двусторонние отношения. Затем вопросы достижения мира и окончания этой российской агрессии против Украины. Ну, а также взаимодействия международных организаций. Примерно такая же повестка дня будет и во время визита Дмитрия Кулебы, нашего министра иностранных дел, в Пекине. Приглашение, естественно, это формальность подчеркиваю, но иначе просто не бывает. Не бывает так, что министр иностранных дел едет в другую страну по приглашению вне министра иностранных дел. Это обычная практика, о чем было договорено во время проведения политических консультаций. В виде заявленных тем поиск пути прекращения российской агрессии. О каких путях может говорить Украина с Китаем в этом вопросе? Наш президент неоднократно говорил о том, что Китай может значительно повлиять на позицию Российской Федерации в плане прекращения этой самой агрессии. Пока мы не видим никаких шагов со стороны Китайской народной республики в этом плане, кроме темы использования ядерного оружия и угрозы использования ядерного оружия. Еще в прошлом году, когда представитель КНР Сизиньпин посетил Москву в марте, было подписано несколько документов, в том числе политическое заявление, экономическое заявление. Так вот, в политическом были предстояния китайской стороны, вставлены фразы и была обусловлена позиция обеих сторон в отношении невозможности использования ядерного оружия и невозможности угрозы использования ядерного оружия. Это все заслуга китайской стороны. И когда в этом уже году Сизиньпин посетил Европу, начиная с Франции, к нему были обращения, мол, давайте вы еще увеличите ваше влияние на ход этой войны, в сторону ее, скорее всего, подключения. И Сизиньпин ответил, мол, я и так стараюсь изо всех сил, и все признают, да, вот в вопросе ядерного неприменения и невозможности угрожать ядерным оружием роль Сизиньпина оказалась значительной. По крайней мере, на самом высшем уровне были прекращены тирады, заявления, которые были направлены на то, чтобы создать те условия, при которых страны должны бояться, что Россия возьмет и применить на оружие. В этом действительно есть положительная роль Сизиньпин. Что касается того, что же можно будет обсуждать министром иностранных дел Кулебе с министром иностранных дел Китая. И вообще, он самый главный дипломат Китая на сегодняшний момент, Ван Ки. Да, мирный план Украины мы имеем, мирный план Китайской Народной Республики. Наша страна признала, что в китайском плане есть существенные положения, которые могут реально привести к тому, чтобы, как они называют в Китае, украинский конфликт был завершен. Естественно, это все дело переговоров. Конечно же, Китайская Народная Республика, когда она на годовщину начала этой самой агрессии, в феврале 1923 года, выдвинула этот самый мирный план из 12 пунктов. Китай призвал и до сих пор призывает к тому, чтобы не подливать масло в огонь конфликта, прекратить поставлять оружие, которое будет применяться. Но это лицемерная позиция, по моему мнению, потому что Китай ни одним словом не обманывается о том, чтобы Россия, во-первых, была названа агрессором. Фактически Россия начала эту самую войну. Китай говорит, наоборот, о том, нужно уважать причины, по которым государство действует, исходя из своих собственных соображений государственной безопасности. Вот. Китай ни одним словом не обманывается о том, что ближайшее и скорейшее и простейшее решение этого вопроса об окончании войны – это вывод российских оккупационных войск со стороны с территории Украины. И возврат, естественно, оккупированных территорий под юрисдикцию украинской власти. И, исходя из того, что мы имеем сейчас, к Лебе предстоит очень серьезная задача. Все-таки сделать таким образом, ход переговоров провести их таким образом, чтобы Пекин, имея четкую свою позицию, санкционированную с самого верха, будучи в трежнем умею, в ясной памяти, отказался от своих аргументов и воспринял наши аргументы, потому что мы говорим со стороны державы, которая подверглась агрессии, против которой идет война. Жестоко кровавая, невзирая на какие правила ведения войны, нормы ведения войны – это жуткая агрессия, как мы, естественно, все знаем и понимаем, которая приносит горе ежедневно. И сделать так, чтобы Китай воспринял нашу позицию и все-таки оказал влияние на Москву, чтобы она прекратила свои наступления, вывела войска, перестала обстреливать наше мирное население, разрушать нашу инфраструктуру, лишать людей привычных условий жизни. Это была бы, конечно, большая удача, но я очень сильно сомневаюсь, что на этом этапе Китай пойдет на понимание наших аргументов. Уже очень хорошо, что визит состоится, потому что визита министра национального дела Украины в Китайскую городную республику не было аж с апреля 2016 года. Игорь Антонович, хочу еще один аспект вот таких, в кавычках, миротворческих миссий обсудить с вами уже со стороны Орбана. Министр иностранных дел стран Европейского Союза сегодня обсуждают так называемые миротворческие воежи в Китае и Россию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На заседании Совета ЕС по иностранным делам также рассматривают антиевропейские заявления главы внешнеполитического ведомства Венгрии. Во время выступления в Совете Безопасности он, Петер Сиарта, обвинил Европейский Союз в якобы подталкивании к продолжению войны в Украине. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, такая позиция Будапешта абсолютно неприемлема. Европейский Союз поддерживает Украину и стремится закончить войну на основании Устава ООН. Он не подталкивает к войне, а выступает против нее и защищает Украину, которая подверглась агрессии. Мы обсудим, как страны-члены оценивают позицию по этому вопросу в Венгрии, которая в настоящее время председательствует Совете ЕС. Обвинение венгерских чиновников в сторону ЕС раскритиковала и министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лябиб. Она подчеркнула, что все в Евросоюзе хотят скорейшего наступления мира в Украине. Но чтобы он был прочным, нельзя потакать стране-агрессору. Безусловно, мы все за мир. Что в Украине, что на Ближнем Востоке. Нужно работать над таким миром, чтобы он был справедливым. И чтобы он не был победой для тех, кто верит в право сильного. Бельгия продолжит поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и будет оказывать гуманитарную, экономическую и военную помощь. И напомню ранее, высшее руководство ЕС наказало Венгрию за несогласованные действия ее премьер-министра после того, как Виктор Орбан самовольно совершил визиты в Россию и Китай, которую назвал миротворческой миссией. Еврокомиссия решила снизить уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС во время венгерского председательства. Кроме того, члены Европарламента одобрили резолюцию в поддержку Украины, в которой осудили несанкционированную внешнеполитическую деятельность Орбана. Как вы считаете, с чем реально Орбан ездил в Пекин? С какой целью? Ради чего? Мы сейчас имеем возможность оценивать контакты между руководством Китайской Народной Республики и руководством Венгрии в силу того, что и Си Цзиньпин, который недавно ездил в Европу, посетил Венгрию и обсуждал с Орбаном различные вопросы двусторонних отношений, а также вопросы региональной политики, включая, естественно, агрессию России против Украины. И Орбан, в свою очередь, когда приехал туда, в Пекин, он занимался, в принципе, тем же самым. Понимаете, в чем дело? Я начал с того, что есть тема «Китай создает свою китайскую Европу». Имеется в виду, что есть страны ЕС, с которыми Китай сотрудничает и имеет очень серьезные экономические показатели этого самого сотрудничества. Достаточно сказать, что с Европейским Союзом Китай наторговал в прошлом году почти на 800 миллиардов долларов. Если мы берем, допустим, китайско-российские отношения торговые экономические, то показатели 240 миллиардов. Явно, что ЕС нужнее Китаю, чем на Си. С другой стороны, и визит Си Цзиньпина и в Денгрию, и в Сербию свидетельствует о том, что Китай обрабатывает, создает такую атмосферу, при которой конкретные эти две страны, одна из них, кстати, страна Европейского Союза, и сейчас председательская, и страна, которая входит в НАТО. Они придерживаются политики, которая направлена на поддержание и развитие хороших отношений с Российской Федерацией. Тут у нас получается треугольник, когда мы имеем и Китай, и Вербию, и Сербию, друзей России. Что же делал Орбан в Китае? Конечно же, он приехал заручиться поддержкой Си Цзиньпина в плане реализации, прежде всего, мирного плана, который выдвинули Бразилия и Китай не так давно, и оказать этому плану поддержку. То есть там, получается, кроме вопросов двусторонних отношений, естественно, как он ее утверждает, это была миссия типа миротворческая. Но смотрите, я за то, чтобы война прекратилась, я за то, чтобы стороны пришли к мирному соглашению, и перестала длиться кровь. На самом же деле мы имеем попытки, скажем так, сфальсифицировать то, что называется реальными усилиями к установлению мира. То есть мы здесь не руководствуемся фактически положениями устава ООН, потому что устава ООН, прежде всего, говорит о необходимости поддержания мира, независимости государств, неприкосновенности их границ, сохранения территориальной целостности, чего нет ни в бразильском, ни в китайском, ни тем более в российском, так называемом, мирном плане, когда явно говорится, вы отдайте нам эти территории, уберите свои войска оттуда, хотя мы, мы, Россия, еще не все захватили. Вот так можно характеризовать попытки Орбана навести тень на плетение. Спасибо вам огромное за ваши разъяснения. Зрителям напомню, что с нами на связи был Игорь Литвин, чрезвычайный полномочный посол Украины в Китайской Республике, в Народной Республике в 99-м-2001 годах и сопредседатель Украино-Китайского делового совета. Я еще хочу добавить, что на заседании Совета ЕС по иностранным делам глава европейской дипломатии Жизеп Боррель призвал страны-члены Евросоюза предоставить Киеву больше средств ПВО и активнее помогать с восстановлением мощностей по производству электроэнергии. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил на заседании пять приоритетных шагов, необходимых для поддержки энергосистемы страны. Первый шаг – это усиление противовоздушной обороны. Второй – быстрый ремонт и восстановление объектов генерации и распределения. Третий – децентрализация энергосистемы. Четвертый – увеличение импортных мощностей из ЕС. И пятый – привлечение средств и оборудования от партнеров. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. В этом выпуске ставим точку. Итоги дня смотрите в 21.00 по Киеву. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok